Саламуля герой Нексуса, с вами Микаил. Я тестил РЛ, пока не начал ламать на ней кабины и готов не только поделиться впечатлением о новом бойце, но и рассказать о его слабых и сильных сторонах и дать некоторые советы по игре. С оправданием все довольно просто, она используется как в бою, так и вне боя, чтобы восстанавливать здоровье. Вы должны понимать, что контроль может прервать вашу подготовку и никакого исцеления вы не получите и урона не нанесете. Так что здесь важна игра на опережение, старайтесь прожимать эту способность своевременно, чтобы выживать и выполнять роль танка. К слову о выживании, по данной характеристике Ирель получает 4 кодуя из 5 возможных. Она нечто промежуточное между мейнтанком и брузером, хотя за ее героические способности можно было бы накинуть ей еще пол кодуя, но моя идеология не позволяет использовать половинки кодуев. Вторая способность примечательна тем, что между неполной и максимальной зарядкой большая разница. Не зарядите до максимума, не получите полезный стан. Урона наносит столько же, сколько и первая способность. Полезно использовать с прыжком, гневом карательницы. Мы заряжаем прыжок и, оказавшись за спиной противника, активируем умения и сразу подтягиваем противников к нашей команде. За счет гнева карательницы Ирель обладает какой-никакой мобильностью. 3 кодуя из 5 возможных. Что примечательно, способность по времени кастуется одинаково, вне зависимости от зарядки. Чем дальше летим, тем быстрее и наоборот. Урон и сила замедления не меняются по мере накопления заряда, а потому не стоит заряжать гнев карательницы, если вы не собираетесь менять позицию. Что же касается умения, то оно компенсирует наш основной недостаток, необходимость в подготовке способностей и то, как грамотно вы расставляете приоритеты, будет зависеть ваш успех игры на дренейке в целом. Механика чем-то походит на зеленеющую сферу кельтаса. Кстати, именно за счет умения Ирель почти никогда не страдает от недостатка маны. В целом, учитывая арсенал Ирель, можно сказать, что у нее действительно все хорошо с контролем. Замедление и возможность встанить противников делает ее реально полезным героем. За контроль она получает 4 кодуя из 5 возможных. Что же касается вейвклира, то с ним у Ирель не все так плохо, как могло бы быть. Использование всех базовых способностей на пачке крипов не убьет их, но прилично снизит хп. 3 кодуя из 5 возможных. Отсутствие урона – один из главных минусов этого героя, и во многом он исходит из другого недостатка – уязвимости к контролю. Нам далеко не всегда будут позволять делать все, что мы захотим. 2 кодуя из 5 возможных. И как раз из-за того, что Ирель уязвима к контролю, она не может считаться героем первого или второго пика. Возьмете ее в начале драфта, и вас законтрят станами, играть будет крайне некомфортно. Выбирать дренейку будут лишь в том случае, если пик противника не имеет изобилия контроля. Перейдем к героическим способностям. Ревностная защитница обеспечивает нас бессмертием на 3 секунды и дает возможность неплохо исцелиться. Подставиться под вражеский урон далеко не всегда получается, более смышленые противники будут вас игнорировать и не подарят вам столь желанный хилл. Крайне не рекомендую тянуть до последнего, потому что противник под конец может просто нас застанеть, и мы банально не успеем поражать обилку. Выбирать и использовать лучше по ситуации, и если герои легко читаемы, то эта способность будет очень хороша. Идеальный момент для использования ульты – это прицельный фокус нашей персоны со стороны вражеской команды. Если первая ульта откатывается 100 секунд, то вторая откатывается всего 40 и дает существенный бонус к броне. Отличная штука для удержания позиции, правда может оказаться бесполезной, если способности противника могут выявить нас из круга. Одним из плюсов священной земли можно считать начало перезарядки сразу после использования, а не в момент рассеивания эффекта. Скучновато, что обе ульты и рель направлены на выживание, в основном у танков либо выживание, либо контроль. В общем, обе ульты одинаково хорошие, здесь прослеживается неплохой баланс. Давайте перейдем к талантам. Да, мне есть что сказать по ним, я попробовал разные билды, расскажу об интересных синергиях. Таланты первого уровня направлены на повышение нашей выживаемости, и самый надежный вариант здесь это прозрение Мараада. Нужно лишь научиться грамотно автоатачить. Свет Карабора тоже приятный талант, а вот неустрашимость пригодится разве что против автоатакеров. Таланты поддержки. На четвертом уровне самым надежным вариантом будет Дар на Ару. Исцеление существенное, больше чем у Торос Кьюшки, а рейнш эффекта вас приятно удивит. И гида света в основном будет помогать лишь нашим милишникам, союзникам ближнего боя. 25 единиц брони это действительно приятно. Ну а длань свободы пригодится разве что, чтобы подсобить какому-нибудь мяснику. На седьмом уровне предлагается улучшить мобильность. Стремительность праведницы не сильно пригождается, нам ни к чему это ускорение. Будем долго бегать, способность просто собьют. Святая Карательница крутой талант, и это единственный талант, сокращающий восстановление базовой способности. Так что при прокачке через гнев Карательница это мастхэв. Божественный Скакун очень интересный талант, но он сложно реализуем. Попробуйте им поиграть, возможно он вам понравится. Мне вот как-то не очень зашел. Свет Самары дает неплохой бонус в 15% к мувспиду, но у нас далеко не всегда будет 50% здоровья. С другой стороны, это независимый универсальный талант, так что играть через него всегда можно. 13 уровень предлагает полезные бонусы. Миротворец Аудоров будет хороша в сочетании с талантом первого уровня на ту же самую способность. Покаяние, соответственно, лучше брать, прокачиваясь через прыжок. Избранница Велина талант универсальный и будет полезен при любом билде. 16 уровень также повышает наш боевой потенциал. Здесь все таланты хороши вне зависимости от билда, разве что подмечу, что божественное одобрение синергирует с талантом четвертого уровня и позволяет нам отхиливать тиммейтов еще эффективнее. На 20-м все так же хорошо, ульты прокачивать можно, эффекты действительно неплохие, Серафим позволит чувствовать себя гораздо комфортнее против контролящего пика. Но вот только Баббл плюс ХС это очень сомнительная тема. Кулдаун в 80 секунд, так еще и задержка в 1 секунду перед применением. Вам банально могут сбить каст и вы просто сгорите. Вот такой получился персонаж. Достаточно сильный, не думаю, что РЛ нуждается в каких-то аппах. Поначалу персонаж может показаться сложным, но на самом деле его можно освоить за 10 игр. Напоминает Ченя своей зависимости от контроля, а также все способности восстанавливаются за одинаковый промежуток времени. Смотрите внимательно, кого уберут против вас и не пикайте РЛ слишком рано, вас могут законтрить станами и сайленсом. Персонаж подойдет для всех, кому нравятся танки с массовым контролем, по типу Блейза, ЭТС или Артуса. Спасибо за внимание, я надеюсь, что эта информация была вам полезна. Если вы так же, как и я, уже ворвались на тестовый сервер и опробовали РЛ, то напишите свое мнение в комментариях. Возможно, ваш игровой опыт сильно отличается от моего, и у вас другой взгляд на персонажа. Имейте в виду, что в данный момент я делаю обзоры на каждого нового героя, и вы можете посмотреть их на моем YouTube-канале до выхода героя на основные сервера. Играйте в Ходз. Красиво. Редактор субтитров А.Семкин